Ислам Махачев был на девятой строчке перед его поединком в прошедшие выходные. Его оппонент был на четырнадцатой строчке. Так что Ислам, который был на девятой строчке, одарел оппонента с четырнадцатой строчки. И теперь Ислам номер пять. И у меня нет с этим совершенно никаких проблем. Правда, нет. Я верю, что Ислам — это боец уровня топ-5. И я верю, что Ислам должен быть номером пять, если не выше. Рационально ли это, что номер девять побил номер четырнадцать и продвинулся на четыре строчки в рейтингах? Да, и вам нужно послушать, ребят, вам нужно понять, что так это работает. Рейтинги — это полная ерунда. Более того, Ислам все еще не на своем месте. Ислам должен быть выше, чем на пятой строчке. Я это вот к чему. Мы слышим один и тот же аргумент из раза в раз, что якобы парень, скажем, на девятой строчке не должен биться, потому что в этом якобы нет смысла с кем-то, кто стоит ниже его. Он должен стремиться наверх в рейтингах, а биться с тем, кто стоит ниже него, не стоит, потому что он ничего не получает с этими боями. Это неправда и никогда не было правдой. Пример, который я привел вам, не уникален. Это просто только что произошло. Поэтому я говорю именно об этом примере. Итак, Ислам, который был девятым, одолел номер четырнадцать, как и должно было произойти в соответствии с рейтингами. И Ислам продвинулся вперед на четыре строчки. То есть тот, кто был пятым, больше не пятый, при том, что он не проигрывал. И тот, кто был шестым, больше не шестой. Те, кто были седьмым и восьмым, больше не седьмые и восьмые, при том, что они не проигрывали. Они даже не бились. И их всех сдвинули, потому что Ислам девятый номер побил номер четырнадцать. Я понимаю, что я гоняюсь за своим хвостом. Я понимаю, что говорю одно и то же. Но я хочу, чтобы это дошло до вас. Это хороший урок. Ислам все сделал правильно. Он вцепился в ту возможность, которую ему предоставили, вышел и выглядел так хорошо, как только мог. И он не должен сидеть на девятой строчке. В то время как заведующий этими рейтингами или комиссия по этим рейтингам, я извиняюсь, но без смеха этого не скажешь. В то время как эта неизвестная группа, которая каждый вторник выдает рейтинги, когда они собираются вместе, у них есть полное право оценить работу Ислама Махачева в этом пятираундном поединке, оценить ее, проанализировать, сравнить, так как они выступают экспертами в этом вопросе, сравнить с другими выступлениями, которые они видели, выдвинуть свои предположения и поставить цифру пять с именем Ислама. У них есть это право, и это правильно. Я просто делюсь с вами, ребят, что именно так это и работает. Не обязательно подниматься с девятого на пятое, победив, скажем, номер три. Это возможно, но это не единственный способ. Пример, который я привожу вам, происходит каждую неделю. Я говорю это, потому что я не хочу, чтобы вы, ребят, думали, ой, ну это просто ошибка, кто-то там просчитался. Чел, это ведь немного глупо, что четыре парня упали в рейтингах, при том, что они не просто не проигрывали, они даже не бились, так что это эффект недавности. Я все это понимаю, но я говорю не об этом, я говорю о том, что так происходит каждую неделю. Это что-то неведанное нам, то, что не следует никаким протоколам. Но это не значит, что это неправильно. Если у вас есть доказательства, которые у нас есть, и это выступление Ислама, его повалили, он тут же перевернул позицию, он сделал темп оружием, он преодолел трудности, у него стальные нервы, он спокойно отбился в мейн-ивенте. Если у вас есть все эти доказательства, и вы приходите к выводу, что он ниже, чем номер пять, то вы не справились со своей работой. Я просто хочу, чтобы фанаты и бойцы осознали, что все, что вам нужно сделать, это выйти туда, выступить и одержать победу. Это все, что вам нужно делать. Эти рейтинги нереальны. Понимаете? Да, они существуют, но они нереальны. Есть причина, по которой, когда вы оказываетесь на первой позиции, Дэна не выписывает вам чек, не дает вам пояс. Ведь на самом деле вы ничего не сделали. Вам нужно выходить и выступать. Майкл Чендлер недавно сказал, что Джастин Гейджи — это тот, с кем он должен биться, этот поединок должен состояться. И знаете что? Чендлер прав. Этот бой между Гейджи и Чендлером я всегда мечтал увидеть. Я не хотел, чтобы что-то случилось с Хабибом. Я не хотел, чтобы что-то случилось с Гейджи. Но когда Чендлер был на бойцовском острове, и была вероятность, что он с кем-то из них побьется, и узнаем мы это только после взвешивания, если кто-то из них не сделает вес, или будут еще какие-то проблемы с протоколом, так как там пандемия и так далее. В общем, сама вероятность того, что мы увидим бой Чендлера с кем-то из них, меня интриговала. Так что я полностью согласен с Чендлером. Этот бой должен состояться. Полностью. Я не знаю, что там происходит с Гейджи. Я слышал разные вещи, вплоть до заявления Дэна Уайта на одной из пресс-конференций. Он сказал, что я, возможно, просто возьму Гейджи и поставлю его в титульный поединок. Он сам сказал это. Так что весь мир открыт для Джастина Гейджи. Я был на поединке Адессаньи в... Аризоне. И там был Джастин Гейджи. Камеру направили на Джастина Гейджи, его показали. Я знаю, что он из Аризоны. Но даже учитывая это, публика взорвалась просто нереально, когда его показали. Джастин Гейджи еще большая звезда, чем я осознавал. И я знал, что он популярный боец, но он еще большая звезда. И я не знаю, что он делает. Я не знаю, чем вызвано отсутствие активности. Я не знаю. Травма – это возможный вариант. Недостаток мотивации – это всегда возможный вариант. Но, конечно, он никогда не будет озвучен ни на одном интервью, потому что ты не хочешь быть немотивированным спортсменом. Ты хочешь найти эту мотивацию, но ты понимаешь, что в данный момент во мне этого нет. Я потерял мотивацию, потерял настрой, мне нужно вернуть ее. Иногда ради этого ты работаешь. Ты работаешь, чтобы вновь захотеть биться. И это нормально. Отсутствие оппонента – возможно ли это? Потому что, на мой взгляд, сейчас в легком дивизионе, я несколько лет подряд говорил, что если у вас есть какой-либо вопрос в легком дивизионе, правильный ответ – это Джастин Гейджи. Любой вопрос. Ну что ж, в легком весе, что нам сделать? Джастин Гейджи. А что, например, будет, если вот этот легковес – Джастин Гейджи? Я правда верю, что это так. Я думаю, он решает любую проблему в легком весе. И Гейджи против Чендлера – это отличный бой. Чендлер, когда говорил об этом поединке, сказал следующее. Я произнес… Это Чендлер сказал. Я произнес имя Джастина Гейджи более ста раз с тех пор, как пришел в UFC. При том, что я совсем недавно пришел сюда. Гейджи три раза предлагали этот бой, он три раза отказывался, нас разделяют две строчки в рейтингах, нужно сделать этот поединок. Я не знал этой истории, не знал, сколько раз он вызывал его, сколько строчек в рейтингах их разделяет. Не знаю, отказывался ли Гейджи, мне без разницы. Чендлер прав. Этот бой нужно делать. Это была бы одна из самых эпичных заруб в истории. Эти парни выйдут и устроят войну. Посмотрите, какие отличные поединки были у Эдди Альвареза с Гейджи, у Порье с Гейджи. Это были потрясающие бои. Тут мы получим то же самое. Потому что это два парня, которые отказываются отступать и которые не боятся проиграть. Бойцы, чьи поединки вы любите смотреть, и неважно, являетесь ли вы их фанатами или нет, это бойцы, которые не боятся проиграть. Они выходят в этот октагон, они выкладываются на все сто, идут в атаку, и они прекрасно понимают, что все может сложиться не в их пользу. Но у тех бойцов, которых вы полюбите, которых вы не забудете, ради которых вы перенесете все свои дела и позовете друзей, чтобы посмотреть их выступления, это то, что их объединяет. Они не боятся проиграть. И у Чендлера и Гейджи есть это качество. Так что я надеюсь, Чендлер получит то, что он хочет. Надеюсь, он получит Джастина Гейджи. Субтитры создавал DimaTorzok